Я обещал рассказать про автономные системы на фазовой плоскости, какие из них являются группами. Значит, напоминаю, что система мы рассматриваем, это просто векторное поле, геометрически. Поле такое, что внутри некоторой кривой оно направлено внутрь, это чтобы траектории шли бы внутрь. Так что все у нас в ограниченной области, все действие происходит. Значит, я хочу описать такие системы, или такие векторные поля, или вот, как Новикол говорил еще вчера, такие динамические системы, у которых качественная картина не меняется при малом возмущении. Что такое малое возмущение? Это значит, что систему я заменяю другой системой, у которой правые части близки вместе со своими производными. Значит, существует такое эпсилон, что если F1-G1 меньше эпсилон, частная производная DF1-DX-DG1-DX меньше эпсилон, DF1-DY-DG1-DY меньше эпсилон, и аналогично для второго уравнения, там правая часть F2, значит, F2-G2 меньше эпсилон и так далее, то система... Это вот близкая система, малое возмущение. Чем меньше эпсилон, тем меньше отличается вектор G от вектора R. С производством еще раз повторяю. Хорошо, теперь что значит одна и та же качественная картина? А это вот, что у меня будет значить. Существует такой гомеоморфизм вот этой области, где мы рассматриваем нашу систему на себя, при котором траектория одной системы переходит в траектории другой системы, и при том с сохранением направления движения. Ну а скорость движения, конечно, может измениться. Гомеоморфизм это что такое? Это взаимно однозначное и взаимно непрерывное отображение. Значит, скажем, если у меня сперва там были какие-то координаты X1 и X2, а я делаю гомеоморфизм, то я могу считать, что в той же самой области у меня видены новые координаты Y1 и Y2, которые выражаются взаимно однозначно и взаимно непрерывно через эти X1 и X2. И вот в терминах Y1 и Y2 наша исходная система X с точкой равно F от X выглядит уже как систему с электронным полем G. Y с точкой равно G от Y. Обращайте внимание, что здесь вроде бы так несимметрично сказано. Вот мужчине маленькое, то есть изменение близкое в смысле X1, как говорят, то есть вместе с производными, а вот гомеоморфизм, который переводит траекторию одной системы в траекторию другой системы, как говорят, сопрягается между собой эти две системы, он у меня только взаимно непрерывный, ничего про производные я не говорил. На упражнениях будут приведены примеры, из которых будет ясно, что так надо. А пока прошу поверить. Если бы я иначе говорил, было бы корялое определение, ничего разумного бы не получилось. И так вот такая система называется группой. Мы ее, значит, характеризуем тем, что с ней делается при малом возмущении. Качественно, вернее, ничего не делается. А хочу я ее описать в терминах поведения ее собственных траекторий. Никаких возмущений в данный момент нет. Поведение траектории, оказывается, должно быть вот каким. Каждая траектория в ней стремится либо к положению равновесия, либо к предельному, к периодическому решению. Траекторий, идущих из одного положения равновесия в другое, нет. В нас, в частности, нет и этого такого ломаного контура, на которое траектория могла бы наливаться вместо предельного цикла. Но у нас его нет, то на предельный цикл столько навевается. И, наконец, некоторое вот такое условие на эти положения равновесия и предельные циклы. А условие на положение равновесия и предельные циклы, оно начинается с того, что само это положение равновесия, вместе с маленькой своей, так сказать, окрестностью, должно быть грубым. Значит, не всяко. От положения равновесия, я спрашиваю, не все. Но, когда я говорю просто про положение равновесия, то, значит, условие на него уже локальное. И это условие можно выразить в терминах правых частей уравнения. Вот я сейчас об этом поговорю. А сейчас по положению равновесия в другое условие какое? Ну вот гиперболичность, так называемая, я еще не произносил этого слова. Но я говорил, что это то же самое, что локальная грубость его. А если на слое умает? А? Затреты сюда все умеют. Сказал, что нет траектории идущие. Это другого как-то слоя умеет. Ну, я не говорю, я еще не сказал про положение равновесия, я прошу не скажу, что так же. Нет траектории, слое умеет, слое умеет, слое умеет. Да, да. Ну вот, значит, про положение равновесия. Это тоже будет на занятиях, но немножко сначала. Ну вот у меня, значит, пусть оно будет в нуле. Это начало координат можно туда перенести. Вот эти функции у нас, значит, f1, f2, они обращаются в нуле в ноль. Значит, примерно каждая такая функция выглядит, скажем, f1, это... Давайте я буду говорить не x1, x2, а просто x и y. И не f1, f2, а f и g. Значит, f от x, y, это x с точкой равно f от x, y, это примерно какое-то ax плюс by, и потом идут члены высшего порядка. Давайте оставим только линейные члены. Ну и точно так же y с точкой равно cx плюс dy, плюс там какие-нибудь члены более высокого порядка, мы их тоже отбросим. Значит, некоторое отступление у нас сейчас будет о линейных системах. То есть в системах правая часть которых линейная функция, однородная функция от x, y, x с точкой равно a, x плюс by, y, y с точкой равно cx плюс dy. То условие, которое я хочу сформулировать про правые части f1 и f2, условие, чтобы положение равновесия было бы, так сказать, локальным группам или гиперболическим, оно на самом деле формулируется только в терминах вот этих лифцерков, а, b, c, d. То есть в конечном счете в терминах частных производных правых частей по координатам в этом самом положении равновесия. Условие вот какое. Значит, первое условие, оно, собственно, к дифференциальным уравнениям не имеет прямого отношения. Оно состоит в том, чтобы... Я сказал, что у нас конечное число положения равновесия, значит, они изолированы. Так вот, первое условие состоит в том, что в линейном приближении положение равновесия тоже было бы изолировано. Почему это надо? Ну, представьте себе, что оно не изолированное. Ну, скажем, x с точкой равно нулю, а y с точкой равно y. Тогда у нас x с точкой равно нулю, значит, x постоянно. Значит, скажем... Значит, а когда y равно нулю, y с точкой равно y, это ноль получается. Значит, выходит, что вся ось x у нас сплошь состоит из неподвижных точек из положения равновесия. Это для системы линейного приближения. Но, конечно, для настоящей системы, которая была там f1, f2, правые части, вообще говоря, у нас не будет целой линии, состоящей из положения равновесия. То есть, может не быть. Ну, представьте себе, x с точкой равно x квадрат. Ну, а y пусть даже останется как было. y с точкой равно y. Значит, x с точкой равно x квадрат. Это равно нулю только при x, равном нулю. Значит, у нас у нелинейной системы настоящей положение равновесия только в нуле. Но так как там начинается все с x квадрата, то линейная система этого не чувствует. И получается в ней, что вся ось x равна нулю. Значит, для такой нелинейной системы, для понимания ее поведения, одной линейной системы недостаточно. Но это потому, что это такой исключительный случай. Но это совершенно точно так же, как у вас просто есть функция. Вы ее заменяете линейным приближением, ее там, дифференциалом в этой точке. И вот вы берете функцию x квадрат в точке x равно нулю. Там линейное приближение, ноль, касательное к параболе, идет горизонтально и совпадает с точкой x. Если вы смотрели только на линейную функцию, вам бы казалось, что просто ваша функция равна нулю всей оси x. На самом деле она равна нулю только в точке. Ну вот на доске появились картинки для x точек равняется нулю и x точек равняется y, и картинка для x точек равняется x квадрата и x точек равняется y. То есть линейная приближение такая же, а картинка для y совершенно другая. Значит, вот это мы запрещаем. Это выражается в терминах так называемых собственных значений матрицы коэффициентов или в терминах ее определителя. Ну это... А, кстати, все знают, что такое определитель матрицы, а? Кто не знает? Ты лучше спрашиваешь, кто знает. Да вот они... А, а кто знает? Ух ты! Нет, знаешь, вот тут это... Такой трюк не подходит. Обычно задаешь два прямо противоположных вопроса и люди стесняются отвечать положительно на оба. А тут они не стесняются, знают, что такое определитель. Условие просто в том, чтобы определитель матрицы, значит, линейного приближения был бы отличен от нуля. Ну, эта часть, чистая теория функций, никаких дифференциальных уравнений тут по существу нет. А теперь, допустим, что у нас этот определитель отличен от нуля, значит, на другом языке собственных значений нулевых нет. А что такое собственное значение? Все знают. И у кого вообще бывает собственное значение? А кто не знает? А вот на сей раз мой способ сработал. Какая ловушка эта? Никто не знает. Некоторые сознали, что не знают, но не все. Это будет на семинаре. Ладно, определитель. Определитель все знают. Вот пусть у меня есть линейная система, у которой определитель отличен от нуля. В начале координат там изолированное положение равновесия. Как выглядят траектории для этой системы? Ну, оказывается, всего имеется пять случаев. Во-первых, так называемый узел. Траектории выглядят как параболы. Ну, это не обязательно парабола y равно x квадрата. Это, можно сказать, дробная степень. Но качественно так же они все выглядят. Вернее, как ветви параболы. Потому что парабола так вот идет, да? Вот тут внизу она проходит через начало координат. Но траектория, на самом деле, это вот эта половинка параболы, и эта половинка, но и начало координат. Теперь по этим параболам можно двигаться в разную сторону. Вот то, что Ольга Дмитриевна нарисовала, это неустойчивый узел. По параболам движение происходит в сторону от начала координат, поэтому называется неустойчивым. Если мы слегка отклоним систему от ее состояния нулевого, то она потом будет дальше, дальше, дальше от него уходить. А вот сейчас она нарисовала такие же параболы, но стрелки направлены в другую сторону. Это устойчивый узел. Значит, если мы немножко отклоним систему от этого положения равновесия, то она будет обратно стремиться к нему вернуться. Естественно, что все человеческие устройства человек хочет сделать устойчивыми, потому что иначе выйдет, что кто-то там рядом чихнет, и у вас целый небоскреб обрушится, будучи неустойчивым. Крошечное отклонение возникшее от того, чтобы кто-то чихнул, оно будет нарастать себе и нарастать. Это не годится. В действительности небоскребы устойчивы, а чтобы их разрушить, нужны, как вы знаете, немалые усилия. Хотя, как показывает опыт, это возможно. Но это не малый, это смущит. Уже когда самолет от него приезжает, тем более большой пассажирский самолет с большим запасом топлива. Потом есть еще фокус. Это спирали. Ну, спирали могут в разную сторону закручиваться, в эту сторону, в эту сторону. Этого уж мы не различаем, но движение по спиралям тоже может быть в сторону нуля, устойчивое, и в сторону от нуля, неустойчивое. Значит, вот это вот неустойчивое нарисован. Кто у тебя там нарисован? Неустойчивое. Неустойчивое. Ну и, наконец, центр. Напиши фокус. А как узнать по правым частям? Это будет на упражнениях. Ну и, наконец, так называемый центр. Это просто с центром мы уже встречались для гармонического осциллятора. Значит, там это просто как семейство окружностей все выглядит. Ну, а если это было в специальных координатах, то вообще говоря, как семейство Эльмса, вложенных в Винтюха. И там же мы видели, что если немножко изменить правую часть, то эти окружности превратятся в спирали, направленные внутрь или наружу. То есть качественная картина изменения. Мы там сперва изменяли в линейном приближении, но ясно, что если в нелинейном приближении изменить, все равно можно сделать так, чтобы все бы пошло бы внутрь этих окружностей и получились бы по-прежнему случивающиеся, ну или наоборот, расплучивающиеся. Значит, вот случай центра, мы его, так сказать, исключаем, потому что этот случай очень чувствителен к тому, какие у вас нелинейные члены, ну и он качественно меняется, когда вы меняете коэффициент. А вот эти четыре случая так чувствуют, что немножко иначе пойдут траектории, но все равно они же вроде бы... Какой? Седло. А? Седло. А, да, простите, спасибо. Правильно напомнили мне. Вот еще есть один случай, который называется седло. Вот он рисуется. Там траектории выглядят как гиперболы, но опять-таки не обязательно y равно 1х, а y равно 1 на x в какой-то степени. Он тоже неустойчивый, потому что, ну правда, вот есть такие возмущения, которые затухают, в данном случае это на вертикальной линии, но другие возрастают со временем. Так что если вы чихнете специальным образом, то у вас будет затухать отклонение, но если вы не будете специально подбирать вашего чиха, а чихнете как, так сказать, придется, так и с какое-то время у вас все разрушится. Значит, действительно, вот 5 случаев, так сказать, грубых, вот эти 5 случаев называются гиперболическими. Ну, это исторически, как говорится, сложившееся наименование. Одно время гиперболическим называлось одно только седло, но потом произошла реформа. Терминологическая, и все 5 случаев стали гиперболические. Так вот, я сказал, что в грубой системе траектории стремятся к положению равновесия, кое в конечное число. И еще добавляю, все они гиперболические. На этом про положение равновесия разговор закончен. Теперь про периодические решения, предельные циклы. Ну, во-первых, картинки какие может быть. Здесь тоже условие, которое называется гиперболичностью, хотя никакими гиперболами там уже и не пахнет. Это по аналогии с седлом. Значит, предельный цикл это что? Это замкнутая траектория, на которую какая-то другая траектория навевается. Значит, можно себе представить, что навевается, скажем, в ту или другую сторону по времени. Значит, она может не навеваться, а свиваться с нее, то есть, уходить. Ну, это тоже предельный цикл. Значит, может быть так, что навевается только с одной стороны, а с другой стороны только замкнутые траектории. А может быть так, что в положительную, скажем, сторону по времени снаружи навевается вроде бы устойчивость, но изнутри свивается. Вот это все мы исключаем. Довольно понятно, что это такие исключительные случаи, которые при малом размещении исчезают. Ну и, значит, и снаружи, и снутри траектории должны навеваться на этот цикл, или наоборот, и снаружи, и снутри они должны от него отходиться, как бы свиваться с него. Это первое. Ну, так сказать, диаметрия фазовых траекторий. И последнее, что вот эта скорость приближения к нему, или, скажем, наоборот, скорость удаления, это скорость приближения, если время стремится к минус бесконечности, она экспоненциальная. То есть, расстояние от точки, движущейся по фазовой траектории, решения, до этой замкнутой кривой, оно меньше, чем какое-то АЕ в степени минус БТ. Ну, это если приближает. Ну, вот, собственно говоря, и все. Ясно, что картинка получается довольно простая, и можно, так сказать, довольно легко перебрать, сколько у вас может быть качественных картинок, если у вас там, скажем, есть два положения равновесия, а один предельный цикл, и там, три положения равновесия, и два предельных цикла, и так далее, и четыре предельных цикла, и так далее. Какие задачки будут на семинариях тоже разбираться? Андронов и его сотрудники даже пытались предпринять какой-то более-менее систематический перебор различных комбинаций, и у них имеется в книгах такая целая страничка, бывает, где нарисованы такие, как они говорят, элементарные ячейки, из которых вся система, в целом фазовая картина складывается. Значит, она распадается на какие-то элементарные блоки, каждый блоков не так уж много, но все-таки многовато, и все остальное как-то из них складывается. Но, к сожалению, до сего времени от этих рисунков пользы не было, так что как-то даже непонятно. В принципе, это возможно, значит, в любом случае такой анализ показывает, что ситуация является качественно довольно простой. И еще раз повторяю, что здесь... Да, и при этом оказывается, что грубые системы типичны. Они типичны в том смысле, что если взять... Ну, давайте я сейчас скажу на возвышенном языке, что в пространстве всех векторных полей C1, удовлетворяющих нашему услугу, что они там внуки входят, эти грубые системы образуют открытое всюду плотное множество. А теперь надо объяснять, что это значит, или нет? Вообще, это хорошо будет, в принципе, хорошо понимать, что я сказал. Так, давайте переводить на русский язык, я сказал, в пространстве всех векторных полей класса C1. Ну, добавил, что они не все там на плоскости, а которые входят внутрь такой вот кривой, одно и то же. Ну, так что это значит? Почему это пространство, и что значит C1? Ась? Не понял. Кто? Да. Значит, C1, это значит, что векторное поле не только непрерывно, но и непрерывно дифференцируемо. Значит, вот понятно, C1 векторное поле, и потом я все время добавляю, что они у нас направлены там внутрь. Какой-то кривой. Окей. Это значит, сказано, какие у нас векторные поля. Теперь я сказал почему-то пространство. И где-то зачем? И что там какое-то множество является открытым всюду плотным. Что такое открытое множество? Напрямую, нахуй, для начала. Ну что, опять прием к приему психологического давления. Кто знает, что такое открытое множество? Так, а кто не знает? Ладно, открытое множество это вот какое множество. Если какая-то точка принадлежит этому множеству, то и все близкие точки тоже принадлежат. Например, открытый интервальчик напрямую. Концы не включаются. А если концы включить, что выйдет? Скажем, правый конец. А выйдет вот, что вы немножко из правого конца сместитесь направо. Направо еще увеличите чуть-чуть. И уже эта точка не в вашем множестве. Это не годится. А вот открытый интервальчик, пожалуйста. У каждой точки есть такая окрестность. Она может быть очень маленькая, но все равно, что вся эта окрестность лежит в этом множестве. Это открытое множество напрямую. Но ведь у нас же векторные поля, и какое-то там множество векторных полей. Значит, надо и для векторных полей говорить, когда два векторных поля близкие. А это понятно. Это я говорил уже пару раз. Это не только всюду должна быть разность между двумя векторными полями мала, но также мала разность между их частными производными. Частными производными соответствующих функций. Ну вот о функциях просто говорим. Скажем, о функциях на отрезке там от нуля до единицы. f от x, да? Рассмотрим все функции на отрезке от нуля до единицы. Как нам тут уже объяснили, c1 класса c1, это значит, что у них непрерывная производность. Как измерить расстояние между такими функциями? Разумно считать, что расстояние между двумя функциями непрерывными, это просто f минус g максимум в модуле. Наибольшее, так сказать, отклонение. Но это просто расстояние между значениями по величине, а у нас еще есть производность. Поэтому за расстояние между функциями мы принимаем не просто максимум f от x минус g от x, но еще добавляем максимум разности производных f штрих от x минус g штрих от x. Это была одна функция одной переменной. А у нас есть две функции двух переменных, но мы делаем то же самое. Расстояние измеряем так, это максимум f1 минус, там, другая функция, скажем, g1 плюс максимум df1 по dx минус dg 1 по dx плюс максимум df1 по dy минус dg 1 по dy. Еще то же самое проделаем со второй функцией, f2 и g2. И вот полученную величину, всего получилось 6 членов, назовем расстоянием между векторным полем f от x, значит, векторным полем f от x, и g от x. И это будет то, что называется метрикой. Вот есть такое понятие метрическое пространство. Кто его не знает? Тут вообще-то была уже проповедь на эту тему. Кто эту проповедь читал? Ась? Ященко, правильно. Было специальное занятие для тех, кто не знает Ященко. Асметрическое пространство — это множество, в котором определено понятие расстояния между двумя элементами этого множества. Это расстояние удовлетворяет определенным условиям, которые я не буду повторять. Значит, в данном случае у нас вот такое есть расстояние между векторными полями. Если есть расстояние, то вы знаете, что такое открытое множество. Это такое множество, которое вместе с каждым элементом содержат все достаточно близкие к нему элементы. Я так и говорил, когда измерял расстояние между векторными полями, фактически сеть, можно так сказать, что вот есть c1 метрика в пространстве всех векторных полей. Значит, близость означает, что есть такое epsilon, что все векторные поля близкие будут, расстояние которого до исходного поля меньше, чем epsilon. Это значит, что мы поговорили, что такое открытое множество. А что такое всюду плотное множество? Ну, опять-таки, прибегну к шантажу. Кто не знает, что такое всюду плотное множество? А, есть такие-таки, товарищи. А остальные все знают? Кто знает? Ну, вот, например, вы сидите, раз, прямо против меня. Раз, значит, два, третий ряд. Что такое всюду плотное множество? Да, для любой точки существует окрестность, которая принадлежит данному множеству. Нет, принадлежит это открытое. А всюду плотное это что-то другое. Измыкание все пространство. Ну, это правильно, только это очень по-ученому сказано. Значит, всюду плотное это вот это значит. У любой точки, для любого epsilon, то есть для любой окрестности этой точки, в ее окрестности есть точка данного множества. Ну, например, рациональные числа напрямую. Это никакое там не открытое множество, не замкнутое. Но оно всюду плотное. Берем какое-нибудь число. Если оно рациональное, так оно само уже принадлежит множеству рациональных чисел. Если оно и рациональное, то оно не принадлежит этому множеству. Но если вы немножко сдвинетесь с него, сколько угодно мало, напоритесь на рациональное число какое-нибудь. Вот это значит всюду плотное. Значит, у любого элемента, в любой его окрестности, есть хотя бы одна точка данного множества. Такое множество называется всю буклоту. Ну и вот тут это было сказано на другом языке, что замыкание этого множества есть все. Ежели кто знает, что такое замыкание, так должен понимать. Значит, смысл... Я сказал, что грубые системы в пространстве всех систем с метрикой С1 образуют открытое, всюду плотное множество. Всюду плотное, это значит, что это в некотором смысле их... Они часто встречаются, да? Если ты не в грубой системе находишься, чуть-чуть изменишь, получишь грубую. А открытое означает, что если у тебя грубая система, то чуть-чуть ее изменив, ты ни грубой системы не получишь. Значит, в некотором смысле таких систем вроде бы много и вроде бы, так сказать, в некотором смысле почти все. Ну вот уж это, наверное, школьникам нельзя адресовывать, а студентам можно. Почему я сказал в некотором смысле? Чего? Ну, я, наверное, и не... Вот. Значит, на прямой линии, когда я говорю, что что-то там почти все, это можно понимать в двух смыслах. Тот смысл, который я сказал, что это открытое всюду плотное множество, это смысл, ну, можно сказать, топологический. Он сформулирован чисто в терминах непрерывности, предельного перехода, близких точек и так далее. Есть совсем другой способ измерять, так сказать, массивность множества, так называемая мера. Это совсем другая идея. Мера отрезка – это просто его длина. Мера двух отрезков – ну, это сумма их длины. Мера открытого множества, но, оказывается, что открытое множество есть объединение непересекающихся интервальчиков, и его меры – это просто сумма длины этих интервальчиков. До этого момента все, так сказать, понятно. Но, оказывается, что можно, вот, начиная с этого, продолжить разумным образом понятие, так сказать, массивности, меры, сколько, так сказать, оно весит это множество, если считать, что там материал какой-то однородно распределен, и на гораздо более широкий класс множеств. И вот, ну, скажем, на отрезке единого множества считается почти все заполняет, если дополнение к нему, то есть те точки, которые ему не принадлежат, имеют меру нулю. Так сказать, если случайно ткнешь пальцем, то почти наверняка попадешь именно в наше множество, а не в это исключительное дополнение, которое меры нулю. Так вот, это напрямую. Но у меня пространство, значит, векторных полей, то есть функций некоторых, там меры, к сожалению, нет. Там есть только первое понятие, открытое всюду плотное множество. Не то, что там вообще нельзя ввести меру, там меры есть, и для теории вероятности в такие функциональные пространства вводят меры, и много мер, но какой-то предпочтительной такой меры, которая была бы такой же хорошей, как длина отрезка, как то, что получается от длины, отправляясь от длины отрезка напрямой, там нет. Так что непонятно, если бы я хотел бы с точки зрения меры говорить почти все векторные поля, то как бы это надо было бы понимать. А оказывается, что эти две точки зрения не совсем согласуются, даже напрямую. Множество может быть положительной меры, тогда оно, правда, действительно будет всюду плотное, но вовсе оно не обязано быть открытым, всюду плотным. А открытое всюду плотное множество, оно, хотя и обязательно положительные меры, но не обязательно полные меры. Вот. Ну, это мы, наверное, тоже на упражнениях затронули. А это все знают? Опять-таки давайте так. Что такое канцеровом множество? Все знают. Как понимать? Да уже автоматически привыкли руки поднимать. А я еще не спросил, кто знает или кто не знает. Вот вы, которые подняли руки, вы знаете, что такое канцеровом множество? Или вы подняли руки, что вы этого не знаете? А? Знаете. Хорошо. А все знают остальные? Ну, вот вы в белой майке, который пытался... А, не знаете, ладно. Значит, это придется разбирать на упражнениях. Ну, хорошо. Значит, вся эта тема пошла на упражнение. Но это было такое философское отступление в сторону, как понимать типичность. Помните, Сергей Петрович говорил вчера, как правило, не типичный, а общего положения. Это потому, что понимание типичности, что ли, в значительной степени пришло из геометрии. Ну, вот опять-таки, я сотый раз это говорю. Вот парабола у вас, да, если она касается оси Х, то пересечение с этой осью Х, оно такое вырожденное. А вот если она немножко ее опустит, тут будет две точки пересечения, чуть-чуть шевелишь эту параболу, а все равно остаются две точки пересечения примерно там же, где и были. Ну, вот отсюда ясно понятие общее положение, да? У вас там какие-то фигуры есть, и вы хотите что-то сказать про взаимоотношения между ними. Общее положение, это значит, что когда вы чуть-чуть эти фигуры пошевелите, их взаимное расположение останется таким же, такое и было. Вот, значит, поскольку это понимание пришло из геометрии, то и говорят общего положения. Хотя объекты могут быть совершенно не геометрические. А другой термин типичности. Ну, хорошо. Я говорил о системах на плоскости. Можно говорить, что вчера я делал Сергей Петрович, о системах на поверхности. Сергей Петрович рассматривал систему специального типа, гамильтоновых. А я сейчас скажу о системах произвольных. А это разные вещи. Гамильтоновые системы это уже специальные классы, они, конечно, не общего положения, просто сами по себе. Так же это будет и снина. Сергей Петрович делал такую штуку. Он брал такой специальный класс систем, который отнюдь не общего положения. Но это, понимаете, вроде того, что он бы, скажем, во всем пространстве взял бы какую-то плоскость. А на эту плоскость, конечно, как бы исключительная в пространстве. Большая часть точек на ней не лежит. А потом на этой плоскости он уже говорил о том, что типично на ней самой. Он говорил о том, что типично в классе гамильтоновых систем. Но это не то, о чем я говорю. Потому что я говорю, так сказать, о точках во всем пространстве. Это аналогия. Буквально я говорю о пространстве всех систем, всех векторных полей. Так вот, векторное поле у нас, конечно, может быть не только на плоскости, но и на любой поверхности. Имеется в виду, конечно, векторное поле, которое этой поверхности касается. Тогда вы можете двигаться по поверхности все время, так, чтобы ваша бы траектория всюду бы касалась этого векторного поля. Значит, еще раз хочу повторить. Вообще-то, наглядно, вот у вас есть поверхность, сфера, например, да. И когда вы говорите о векторном поле, так хочется думать, что из каждой точки сферы в трехмерном пространстве у вас торчит стрелочка. Это и есть векторная поля. Но тут есть разные вещи. Это векторное поле, вот при таком понимании, векторное поле на сфере в трехмерном пространстве. Неволен так думаешь, что эта стрелочка, ну просто любой, может быть, вектор трехмерного пространства. А на самом деле я имею в виду не любой вектор, когда говорю векторное поле на сфере, я подразумеваю, что оно, это поле, касается самой сферы. Есть абстрактное внутреннее понимание поверхности. Сергей Петрович это особенно объяснял для тора. При таком внутреннем понимании никаких векторных полей, которые бы торчали куда-нибудь наружу, нет, потому что нет этого наружу. Его абстрактный тор, как он говорил, который получается при отыскрении точек плоскости, нигде сам по себе и не лежит. Поэтому при таком понимании, там тоже есть понятие векторного поля, это уже, конечно, не отрезочек со стрелочкой, но нечто, что его с успехом заменяет. При таком понимании, конечно, ничего, чтобы наружу бы торчало, нет, потому что нет этого наружу. Но это для тех, кто знает, а кто не знает, ну и не надо. Итак, векторное поле может быть на поверхности. Можно говорить о решениях соответствующего дифференциального уравнения, как говорил Сергей Петрович, динамической системе. Значит, вы имеете наглядную картину, точка движется по поверхности так, что ее скорость задается соответствующим векторам, это и называется динамической системой. Ну вот простенький пример на сфере, да, вот у нас есть одна точка, с которой все сматывается, так называемый источник, да, из которого в тариктуре текут. Но текут они строго по сфере, они не могут сюда разорваться, так убежать. Они текут только по сфере, отекаются к королеве, но так и прибегают к другую точку, в которой есть источник. Источник и сток. То есть, как у нас жидкость течет, немножко сворачивается, обтекает этот мячик и притекает к другую точку. И вот, насколько я понимаю, конечно, это на рисунке не изобразишь, но сильное подозрение у меня есть, что Ольга Дмитриевна имела в виду, что точка отходит от источника с экспоненциальной скоростью и навивается на сток тоже с экспоненциальной скоростью. Хотя нарисовать это практически невозможно. Ну, надо очень аккуратно рисовать спираль, если у ней, например, все время в одинаковое число раз уменьшается размах спирали, то это экспоненциальное приближение, а если она все более и более, так сказать, густой становится, то это приближение с меньшей скоростью. Но поди-ка на рисунке, тем более она спираль. Так вот, на поверхности тоже есть характеристика грубых систем. Тоже понятие грубости дословно такое же, только не надо никакого припева, что у нас векторное поле куда-то входит, оно на поверхности, на замкнутой поверхности я имею в виду. Значит, векторное... Ну, они образуют множество с C1 метрикой. При малом смысле этой метрики возмущении качественная картина должна оставаться той же. Дословно это значит буквально стерильный меморфизм поверхности на себя, который траекторию одной системы приходит к траектории другой с направлением движения. Это определение грубой системы. А характеризация в терминах траекторий самой системы, что в самой системе делается, оно дословно такое же. Все траектории стремятся к положениям равновесия или к периодическим решениям, ну, к тем же предельным циклам. Нет траектории, ведущих к положению равновесия положения равновесия. Положения равновесия гиперболические. Что это значит? А дело в том, что в локальных координатах, если вы посмотрите, то это вы как бы на плоскости находитесь и пользуетесь тем же понятием, какое есть на плоскости. И периодические решения, предельные циклы тоже гиперболические. Вот эту теорему, она появилась уже, когда я был взрослым и интересовался такими вещами. Ее аккуратно доказал Пейк Сотар, бразильский математик, который в то время работал в США. Впоследствии он был президентом Бразильской академии наук. Его репутация значительная. У него есть и другие работы, но его репутация, как обычно бывает, возникла в молодые годы именно вот благодаря этой работе. Естественно, после этого думается, что может быть и систем более высокого порядка, то есть большим числом неизвестных, геометрически это значит, будет векторное поле в трехмерном пространстве, в трехмерном пространстве и так далее, тоже должна быть какая-то такая же простая характеризация. Но оказалось, что это не так. Начиная с размерности 3, то есть уже в трехмерном пространстве, все это неверно. То есть грубая система не обязательно такая простая, как у Андронова-Пантрягина, и кроме того, грубые системы не плотны в пространстве всех систем с метрикой С1. Вот такие прискорбные обстоятельства. Нет такой хорошей характеристики всех систем, не всех систем, всех типичных систем, то есть какого-то такого разумного набора качественных свойств поведения и траекторий, который бы заведомо выполнялся для всех систем. Ну, есть кое-что, но этого очень недостаточно. Я смотрю, что у них, вообще говоря, в положении равновесия должно быть конечное число, то есть нулей векторного поля, потому что это к дефорам опять-таки не относится. К малому возбуждению векторного поля вы всегда достигаете, что нулей было бы конечное число, но точно так же, как у функции одной переменной. Это не теорема из дефор. Ну, можно доказать, что они должны быть в некотором смысле гиперболическими. Аналог вот этого, что я здесь говорил. Но всего этого очень мало. А чтобы набрать набор свойств, которые бы как-то в основном бы определяли возможности качественного поведения, это пока не удалось. Может быть, когда-нибудь удастся, а может быть и нет. Но во всяком случае, были открыты новые классы систем. Обширные классы, которые не похожи на те простые системы, которые вот по Андронову и Пантрягену типичны на плоскости. Вот поведение, которое у Андронова и Пантрягена, оно в известном смысле, так сказать, регулярное. Регулярное — это такой нестандартный термин. Его Сергей Петрович вчера употреблял применительно совсем к другим системам, потому что у него, еще раз повторяю, были гамильтоновые системы. Но, тем не менее, так чувствуется, что вот какой-то тип поведения, траекторий, регулярной. Еще в глубокой древности люди поняли, что движение планет подчиняется каким-то таким более-менее законам повторяемости. В этом смысле оно является регулярным. А бывает такое хаотическое движение, которое прямо противоположный случай, нерегулярное. Для систем на плоскости по Пантра и Бенгиксону этого не бывает. А вот в первом случае, оказывается, уже бывает. И вот значительным событием было открытие этого факта. Вот какого значит факта? Вот вроде бы динамическая система. Это же вполне детерминированное объект. Если вы точно знаете начальное положение, и точно можете решить дефон, то вы прекрасно знаете, куда эта точка переедет за любое время. да, там и за одну секунду, и за один год, и за сто лет будущее у вас точности предопределено. Когда-то Лаплас говорил, что ум, который бы знал бы положение и скорость всех атомов во Вселенной, но я не помню, какие он слова я говорил, но смысл такой, что любые умеют решать сколько угодно сложные дифференциальные уравнения, мог бы вычислить все то, что будет происходить в будущем. Вот, например, во времена Лапласа можно было бы предсказать, вычисливши все, что вот я сейчас буду перед вами сидеть, а вы будете меня слушать. Вот. Но этот ум должен знать все координаты с бесконечной точностью, ну и решать диффуры, соответственно. Может быть, Господь Бог это и умеет, впрочем, он в силу своего всевидения и так все знает, ему и диффуры решать не надо. Но мы-то не можем ни того, ни другого. Мы и узнать координаты можем лишь с ограниченной точностью и решить диффур тоже можно. Совсем-то уж точно обычно не можем. В картинку у нас, значит, вкладывается неопределенность. Ну вот давайте рассмотрим простой пример. Вот у вас просто происходит движение по окружности с постоянной скоростью. Вот я немножко не знаю положение данной точки, да, с точностью диффур, плюс-минус. Какая у меня из-за этого будет ошибка? Вот я сделал 100 оборотов примерно, да, пришел сюда. Допустим, я точно знаю скорость движения, но неопределенность только из-за того, что я не знал начальное положение. Какая будет неопределенность после 100 оборотов? Такая же, да, другая точка, но тоже на плюс-минус Эпсиум. А если я не очень точно знаю скорость, тогда неопределенность будет со временем возрастать. Но насколько она будет возрастать? Она будет возрастать примерно со скоростью, с той же скоростью, что и время. Если скорость В, но я не точно знаю, от В-Эпсиум до В-Эпсиум, значит за время Т смещения будет от В-Эпсиум до В-Эпсиум Т. Значит, здесь неопределенность уже растет. Допустим, даже что никакой неопределенности в начальной точке не было, а только неопределенность за счет того, что я не точно знаю вы. Через время t будет от минуса ε, t до пункта ε. Это уже нехорошо. Но все-таки сравнительно медленно растет эта неопределенность. Она растет как t. Кроме того, вот в той ситуации, которую Андронова-Понтрягин, такая неопределенность с периодическим движением, конечно, есть. Как раз, я же говорю, обращение по окружности. Но качественно эта картинка остается, вращается, скажем, по данной ципологической окружности, по данной замкнутой кризис. Оказывается, что бывают такие системы, в которых все обстоит наоборот. Как из-за того, что мы не точно знаем начальное положение ε, так и за счет тем более того, что мы, допустим, не совсем точно решаем систему. Неопределенность у нас растет как ε в степени t. Ну, с множеством каких-то. То есть гораздо быстрее. В результате получается, что за очень короткое время... Допустим, вы очень точно знаете там... Допустим, у вас там за единицу времени неопределенность удваивается. Поскольку 2 в десятой степени это 1000, то за 10 единиц времени у вас неопределенность возрастает в 1000 раз. За 20 единиц времени она у вас возрастает там в миллион раз. Вспомните, что рекордные по точности измерения, это где-то там 10 минус 9, скажем. Да, 10 минус 9 сантиметра, это уже размер атома, насколько я помню, если не меньше. Значит, а это всего лишь 2 в 30 степени, грубо говоря. Значит, за 30 единиц времени у вас все неопределенность, которая там была порядка размеров атома, разрастается до размеров всего вашего объекта, с которым вы имеете дело. Это гораздо худшая ситуация, чем в регулярных движениях. Так вот, во-первых, такие вещи действительно бывают. И во-вторых, они могут быть, ну, в некотором смысле тоже как бы типичными. Они, конечно, не являются типичными в том смысле, что такие явления бывают всюду плотными среди всех систем. Там же есть системы, в которых, вот, у нас рисунок есть, но это тоже рисунок на двумерной сфере, но вы легко можете понять, что и на трехмерной сфере такое тоже можете себе представить. Все, скажем, выходит из одного положения равновесия, идет в другое, с этой потенциальной скоростью. Самое, что ни на есть регулярное поведение, правда ведь? Оно же есть. Но когда я говорю, что другое, хаотическое поведение, тоже является в некотором смысле, это значит так, что есть некое открытое множество, где хаотические системы плотны. На самом деле, даже более того, есть просто открытое множество хаотических систем. Значит, данная система хаотическая, и все близкие к ней системы тоже хаотические. Так сказать, хаос, который не какое-то исключительное явление, а который действительно, вот, по-настоящему имеет место. То есть, мы даже не очень точно все знаем, но достаточно точно можем исследовать эту систему, уже можно сказать, что заведомо в ней будет хаос, независимо от того, что мы, может быть, не совсем точно можем определить закон движения. Потому что в небольшом изменении закона движения это сохраняется. И вот, что довольно парадоксально, оказывается, что бывает, бывает, но не всегда так. Вот тут вот понятие регулярности и глупости расходятся. Бывают такие случаи, когда движения хаотические, а система тем не менее грубая. То есть, при малом ее возмущении она не только остается хаотической, но даже есть такое вот сопряжение, переводящее траекторию невозмущенной системы в траектории возмущенной системы. И в ней системы обе они хаотические. Ну вот, я наговорил всяких слов, которых я не определял. Например, что такое хаотичность строгая. Я только на пальцах пояснил, что неопределенность, из-за того, что вы не точно знаете начальное положение, а потом увеличивается с экспоненциальной скоростью. Ну, грубость понимает то же самое. При малом возмущении С1-система переходит в систему гео-алекции. Прежний. Вот я вам сейчас хочу привести пример. Значит, вот все это, все то, о чем я говорю, было осознанно в 60-е годы. Буфетов во втором курсе лекций затронет ту часть, слегка затронет ту часть этих событий, в которых я принимал участие. Но вот если говорить о... Ну, и эта часть, конечно, остается, она конкретизирует то общее положение, о котором я сказал, что бывают хаотические системы, и что это в некотором смысле практически типично, но общее это вот положение, что это бывает. Потом, задним числом, поняли, что это на самом деле известно по меньшей мере с 20-х годов. Так, сколько у меня осталось? Не осталось ничего, да? А, ну да, я думаю, про 45 минут обычно. А пруду, 74, слава богу. 25 минут. Да. Значит, такие вещи, в двумерном случае этого не бывает. Значит, надо рисовать что-то в трехмерном пространстве. Но это как-то трудно. Ну, художники, правда, рисуют, конечно, на мухе, знаем, прекрасные картинки, трехмерные, но у них все-таки изображения это довольно регулярные, да, вот все-таки видят, что это человек, это там лошадь, это дерево и так далее. А я хочу нарисовать нечто трудновообразимое. Модель опять-таки построить, ну, это что, значит, вектор в большом количестве точек, я должен сделать вектор скорости, это что, на каком-то стержанке его установить, что ли? Ну, в общем, затруднительное дело. Можно облегчить себе работу, если рассматривать, как говорят, системы с дискретным временем. Вот у нас было непрерывное движение, да? А представьте себе, что движение происходит прыжками. Вот первая секунда, точка сидит тут. Вторая секунда, она перепрыгнула сюда. Третью секунду перепрыгнула куда-то еще. Это значит, в смысле понятий, даже более простая вещь. Ни какое-то там у вас векторное поле, ни какая-то теорема о дифференциальных уравнениях, а просто есть отображение. Х переходит в какое-то f от х. Вот и все. Система с дискретным временем. Какое отношение такие системы имеют к системам с непрерывным временем? Надо сказать, что бывают задачи, реальные, естественно, научные, технические задачи, где у вас исходными являются именно системы с дискретным временем, а не с непрерывным. Но это все-таки некоторая, ну как бы экзотика, что ли. Большинство реальных систем с непрерывным временем. С дискретным временем бывают, ну, некоторые леготехнические задачи, такие импульсные системы, которые по самой... Там внутри них идут какие-то непрерывные процессы, но то, что, так сказать, на более... Как бы на поверхности лежит, это то, что вот действительно состояние системы изменяется импульсным образом в следующие друг за другом какие-то отрезки в доме. А другой пример это экология. Вот есть, допустим, насекомые, они отложили яички, умерли. Следующее поколение на следующий год развивается, из этих яичек оно уже никакого отношения к предыдущему поколению не имеет. И так далее. Значит, неперекрывающиеся поколения. Опять-таки, конечно, жизнь каждого поколения в отдельности, это процесс сугубо непрерывный. Но если вы просто говорите, вот поколение в этом году поколения, в следующем году поколения, в следующем году, это просто преобразование какое-то. И, кстати, самая примитивная модель экологическая, она такая. У вас численность, ну, x, саранчи какой-нибудь, она не может быть больше чего-то, потому что, когда она больше чего-то, то просто еды не хватит на всех. Ну, это, конечно, если там саранча, это огромное какое-то число больше, саранча в какой-то области, допустим, да, это огромное число больше численности всего человечества, конечно. Но, тем не менее, вот возьмем x, не это огромное число, а, так сказать, долю от максимально возможной численности. Это будет, так говоря, до единицы. И закон такой, это x переходит, тут есть какой-то коэффициент лямбда, зависит, так сказать, от саранчи, от того, какая у нас саранча, какая трава, в этом месте и так далее, постоянная некая, поможет на x и на единицу минус x, такое произведение. Ну, почему лямбда и x понятно, откуда берется множитель? Если больше было родителей, то больше будет и потомков, больше яиц отложат. А почему единицы минус x? А потому что, если их уже очень много, они будут жить в проголодь. А если они в проголодь живут, они там то ли яиц меньше отложат, то ли яйца будут менее жизнеспособны. В общем, в следующем поколении саранчи будет намного меньше. Вот такое отображение. Лямбда какой у нас? Ну, во-первых, оно положительное, ясное дело. Но оно не больше 4. Почему? Вот функция x единица минус x. Где у нее максимум? Ась. В точке 1, 2. А чему он равен? 1,25. Значит, если я беру 4, график нарисовала, да? То вот эта верхняя точка, она на уровне единицы. Если я возьму коэффициент больше 4, уже вылезет за отрезок 0,1. Это бессмысленный случай. Поэтому мы считаем, что у нас лямбда между 0 и 4. А 4 может быть еще меньше или равно 4 сделать. Ну, 0 можно взять лямбду, но x переходит в 0, и следует тут нечего, конечно. Вот это вот такое совершенно реальное уравнение. Я, к сожалению, оно фигурирует в книжках по математической экологии. Я вот, к сожалению, забыл, как оно называется. Оно как-то называется. Вот, может быть, Маша Сопрыкина нам будет рассказывать про квадратичное отображение. Она будет, конечно, рассказывать гораздо более сложные вещи, возможно, в комплексной области. Но, наверное, она помнит, как это уравнение называется. Если лямбда маленькая, то x у нас все время уменьшается. x переходит в лямбда x, да еще та множитель, которая меньше, чем единица. Значит, ясно, что если x меньше, чем единица, то x все время убывают, все стремится к нулю. Хорошо бы так с саранчой было, но, к несчастью, с ней совсем иначе. Теперь дальше, значит, что будет, если мы увеличим, будем брать лямбда больше-больше и смотреть, какие будут отображения. Вот, нарисуй, пожалуйста, диагональ x равно y. И при маленьком лямбду у нас парабола даже не касается этой диагонали. Вот задачка надо доказать, что если лямбда такое, что парабола еще не касается и тем более не пересекает диагональ, то убывает x к нулю. Вот. Пусть теперь лямбда немножко больше, чем единица. Тогда есть точка пересечения. Парабола в нуле наклонена более круто. Производная в нуле это лямбда, это всем понятно, значит, производная в нуле лямбда. Значит, идет более круто, чем эта самая диагональ. Проходит наверху, потом пересекает. Вот. Давайте посмотрим на точку пересечения. Тут вообще есть такая картинка. Отдельно нарисуй. Какая-то есть функция f от x, y, x приходит в f от x. Значит, на графике это как выглядит? Вот тут у меня x по оси x, да? Надо по вертикали подняться до точки графика. Это будет y. Это будет f от x. А теперь я хочу взять f от f от x. Но у меня нет графика f от y. Надо сделать следующее. Вот это y, которое я получил, спроектировать его сперва на ось y, а потом отразить в диагонали, чтобы y бы перешло бы... Значит, вот была взята точка x, получили y. Перенесем вот и y на ось y. Нет, ну надо же горизонтально смещать, да? Это y. Ну, это y, оно уже сюда отразится. Ну да, но у тебя же и больше. Получилось нарисуем. Да, если я правильно... А ты хочешь, чтобы точно случилось, как правильно? Нет, мы не застарковали. Хочу бы то вот, чтобы... Вот. Повыше, чем ты нарисовал. Видите? А теперь я хочу, чтобы эта y стала по x. Значит, что сделать? Отразить в диагонали. Это новая x у нас, и мы повторяем ту же самую картину. Такое графическое состояние. Вот если есть точка, в которой пересекается у нас диагональ с графиком, f от x, то эта точка сама в себя и переходит, да? f от x равно x. Это неподвижная точка. Так вот, значит, когда у нас лямбда немножко становится больше единицы, то появляется точка пересечения нашего графика лямбда x единица минус x с диагональю. И это неподвижная точка. Значит, если численность равна тому x, которая соответствует этой точке, то в следующем году будет снова та же точка численности, и так и с года в год. Но дело в том, что эта точка может быть устойчивой, а может быть неустойчивой. Это что значит? Если численность не x, а какой-то x плюс дельта x, то в следующем году будет f от x плюс дельта x. Это примерно есть f от x, а оно у нас x, мы начали с x неподвижной точки, плюс, плюс что? Кто скажет? Линейно приближит. Линейная по дельта x. f от x плюс дельта x равно f от x плюс ась? Да, конечно. f штрих от x на дельта x. Значит, если верить, что в линейном приближении все правильно, а оно все-таки в каких-то пределах так и бывает правильно, то напиши там плюс f от... А, написала. f от x плюс дельта x? Нет, плюс f от x, конечно. Значит, если верить, что было это верно, то значит было дельта x, а станет f штрих от x помножить на дельта x. Если f штрих от x меньше единицы, то f штрих от x на дельта x будет меньше, чем дельта x, и маленькое возмущение будет убывать. Значит, если я немножко изменяется численность популяции, то это отклонение стремится к нулю. А что будет, если f штрих от x больше единицы? Тогда это отклонение возрастает, возрастает и возрастает. и мы, так сказать, отходим от положения равновесия. Чего там дальше будет, мы не знаем, но что от равновесия мы отойдем, это уж точно. Я рассуждал в линейном приближении, но вот если f штрих от x меньше единицы, или если f штрих от x больше единицы, то если бы я там написал точное, квадратичный, так сказать, порядок, это ничего бы не изменило. Ну, скажем, f штрих меньше, чем 0,8, а настоящее отклонение было бы меньше, чем 0,9 первоначального дельта x. Все равно убывает. Или наоборот, f штрих больше, чем 1,2. В линейном приближении значит новая дельта x это 1,2 начального дельта x. А в нелинейном, нелинейные члены могут немножко уменьшиться, если это 1,2. Но в любом случае новая дельта x будет чем 1,1 прежнего дельта x. И так далее. Неопределенность возникает только тогда, когда производная равна единице. Но это исключительный случай. Так вот, допустим, что я увеличиваю ляр. Что задача? Значит, первое, найти координаты положения равновесия, этой точке, где для этого отображения квадратичного x равно f от x. Это легко. Вторая задача вычислить там производную. И посмотреть, когда это производная меньше единицы и когда больше единицы. Оказывается, что это происходит при лямбе равном 2. Вот производная равна единице при лямбе равном 2. когда лямбе равном 2. Когда лямбе равном 2, то производная меньше единицы. А когда лямбе равном 2, то производная больше единицы. Вот насчет того, когда лямбда меньше 2. То, что я говорил, это были такие общие соображения о том, что делается возле неподвижной точки. Вот для этого примера и для этого конкретного примера можно доказать, что пока лямбда от 0 до 2, не только это положение равновесия устойчиво, но что к нему все стремится. Это же вовсе не обязательно. Правда? Могло бы быть, скажем, в этой какой-то области все стремится к этой неподвижной точке, а где-то при большом складении что-то совсем другое происходит. Так вот, в данном примере это не так. Я не решаюсь этого предложить в виде домашней задачи, потому что я, честно говоря, не помню, сам не помню, как это делается, а потому не помню, насколько это сложно. Но ответ я помню. Теперь что будет, когда лямбда стала немножко больше 2? Но положение равновесия стало неустойчивым, да? Теперь 0 у нас был, там возрастает. Так куда же все девается, спрашивается. Оказывается, вот как дело обстоит. Если лямбда немножко больше, чем 2, то появляется такая точка x переходит в f от x, а это переходит в f от f от x, и это f от f от x равно x. Вот такая точка x называется периодической. Ну, точно так же, как периодическое решение, которое спустя некоторое время значение становится так же, так же и тут. Здесь вместо фазовой траектории у нас последовательность точек, эта перешла, в эту перешла, в эту и так далее. И периодическая, ну, просто что замыкается эта траектория. А когда она замкнется после скольких прыжков, это называется период. Значит, период 2 это замыкается после двух прыжков. Отсюда пошла сюда, а отсюда вернулась сюда в втором прыжке. Период 2. Значит, и оказывается, что вот если не считать некоторых исключительных траекторий, то почти все траектории стремятся к периодической траектории периода 2. Будем еще более увеличивать лямбда. Что произойдет? Ну, вот про период 2 как-то можно еще сделать голыми руками, чисто аналитически. С какого-то момента это начинается численный счет, довольно простой на нынешних персоналках. Я, честно говоря, не знаю, в какой момент это происходит. Следом за периодом 2, оказывается, периодом является, появляя, когда периода 2, точка, при больших значениях лямбда, тоже становится неустойчиво. Ну, попробуй. Да, вот Ольга Дмитриевна говорит, что у нас f от x это многочлен второй степени, но f от f от x это уже многочлен четвертой степени. Вот она рисует график f от f от x. Ну, да. Значит, здесь есть четыре точки, где x равно f от f от x. Во-первых, точка 0, да? Ну, это ясно, если был 0, то, конечно, будет 0. Она неустойчива при малом возмущении от нее уходит. Потом вот у нас все время остается прежняя неподвижная точка. Оказывается, это вот она, как так. То, что сейчас Ольга Митриевна рисует. А еще есть две неподвижные точки отображения f от x. Но для f от x они не неподвижны, они переходят друг в друга. А когда я беру f от f от x, они вращаются назад. Значит, здесь они выглядят как неподвижные точки. Но это неподвижные точки для итерации отображения f, а для самого f это точки периода 2. Ну, понятно, да? Две точки. Сначала в одну скачет, отсюда, а, собственно, вот территория поэзди 2. Интересно, значит, потом появляется точка порядка 4. Интересно, что вот в некоторых лабораторных экспериментах, которые проводил впервые некто Гауза в России, у нас, как известно, 20-е и 30-е годы была весьма передовая биология, но потом ее после войны особенно Лысенко и Сталин весьма успешно вывели, ничуть не менее успешно, чем американцы боролись с мухами с помощью ДДТ. И по сей день прежняя популяция биологов в полной степени не восстановилась. Так вот, до того, как была проведена эта кампания по ликвидации биологии, некто Гаузе поставил лабораторный эксперимент, он, так сказать, пробирочками, может, там, пробирки в колбе еще не знаю где, с насекомыми некоторыми. И он обнаружил реально в эксперименте, кажется, вот действительно в зависимости от параметров, насколько там он их вкусно кормил, я не знаю от чего, периодические точки с периодом 2 и, по-моему, 4. То есть, в случае, когда численность сколебалась, значит, столько, потом, другое число, опять первоначальное число и случай, когда был, по-моему, он дошел до периода 4, в реальном эксперименте. В реальных условиях, насколько известно, все-таки до периодических точек не доходили, в полевых условиях, за одним исключением. Саранча, о которой я уже говорил, у саранчи временами в отдельных местах четко 4-летний период. И не исключено, что это та самая точка периода 4, которая появляется уже где-то там не при лямбе 2, а немножко больше. Правда, есть и другое ироническое замечание такое, что 4 это также период выборов президента Соединенных Штатов Америки, и он никакого отношения к данному уравнению не имеет, определяется Конституцией Соединенных Штатов. Довольно понятно, что время от времени, когда выборы подходят президент вдруг вспоминают об интересах фермеров, об интересах политики, и там в какой-то год борьба с саранчой становится более энергичной, чем в другие годы, и этот вот год, когда саранчу энергично недавно, он повторяется в периодичности 4, и вот не накладывает ли это внешние обстоятельства, влияние на численность саранчи. Я не специалист ни в экологии, ни в сельскохозяйственной политике Соединенных Штатов, так что наблюдать не могу, почему в саранчу наблюдается 4-х и период. Насколько мне известно, у других популяций в природе это не наблюдается. Хотя вообще-то периодичность такого типа задачи есть, вообще-то она есть, там колебания России и зайцев, за 100 с лишним лет прослежены, это будет на задаче, другая модель. Вот. А теперь давайте совершим большой скачок и возьмем самое большое лямбда, какое бывает. Какое лямбда самое большое, кто напомнит? 4, правильно. Лямбда равна 4. На секунду забудем о нашей задаче и рассмотрим совсем другую задачу. Не на отрезке, а на окружности. А на окружности я буду измерять не в градусах, так сказать, угол поворота. И даже не в радианах, а просто в долях целой окружности. Как это вчера, между прочим, и делал Новиков. Значит, говоря абстрактными словами, я рассматриваю окружность как результат факторизации РПЗ. Я ее могу себе представлять как настоящую окружность, нарисованную на доске, с большим или меньшим искусством, но на самом деле имею в виду, как Новиков говорил про то, но то же самое относится и к окружности фактор РПЗ. кто объяснит, что это значит? Желательно, конечно, школьник, они студенты. Р это что, радиус или что? Так, кто знает, что такое Р? Поднимите руки. А те двое, что вы что, не знаете, что такое Р? Ну ладно, а кто не знает, что такое Р? Ладно, знаешь, действительно скромные. Р это, конечно, множество вещественных чисел. А З что такое? Ась? Целые числа, положительные и отрицательные. А что значит Р, касая черта З? А? Нет, это была бы другая черта, в другую сторону. Новико вчера рисовал именно такую черту. Он умеет и такую рисовать, но вчера этого не требовалось. Вот это называется факторизация. Новик, кажется, этого слова не говорил. Это значит, что мы число Х как бы отразделяем с числом Х плюс один. Можно еще так сказать. Мы берем такой класс вместе с каждым числом Х в этот класс входят все числа Х плюс Н, где всевозможные целые числа. Новико делал то же самое на плоскости. У него была точка Х, и она отразделялась, что Х изменялась на целое число, У изменялась на целое число. Но мы скромные, в смысле Красовского. У нас все будет одномерным. Х целое число. Это все равно, что взять отрезок от нуля до единицы и склеить края, потому что внутри отрезка от нуля до единицы ничто ни с чем не отождествляется. То, с чем отождествляется это число, оно вне этого хлопка отождествляется с единицей. Значит, взяли отрезок нуля до единицы и загнули его и склеили. Получилось окружность. Значит, х это гоордината на окружности от нуля до единицы. Еще можно сказать х по модулю единицы. Вот. И рассмотрим такое отображение. Х переходит в 2х, тоже по модулю единицы. Наглядно это что же значит? Вот окружность взяли, она резиновая, растянули ее в два раза. А потом эту вдвое растянутую окружность снова навернули на нее первоначальное. Вот такое отображение. Подобно отображению, х переходит в ланды х единицы минус х, это отображение, конечно, не взаимно однозначное. f от х, образ при отображении, определен однозначно, но две разные точки переходят в одну, да? х и х плюс половинка. Когда умножается на 2, уже получается 2х и 2х плюс 1. А плюс 1 не считается. Значит, окружность вот как бы растянулась в два раза, но вернулась сама на себя. Такое вот отображение. Значит, на примере квадратичного отображения вы видите, что такие отображения, не взаимно однозначные, бывают в природе, саранча та же самая. Но спрашивается, при чем тут дифуры? Ну, в дифурах такого, в общем-то, непосредственно не бывает. Бывает что? Вот отображения там могут возникнуть. С каким образом? Вот представьте, у вас есть непрерывное движение. Кстати, уж я еще одно слово произнесу. Поток. Вот эта динамическая система с непрерывным движением еще называется потоком. Ну, действительно, представьте себе, что жидкость какая-то как бы течет. Да, и вот траектория – это как берутся частицы этой жидкости. Есть у вас поток. А вы берете такую секущую, так сказать, поверхность. Ну, на плоскости это просто будет не поверхность, а просто линия, так сказать, которая пересекает ваши траектории. А, ты поверхность откидываешь. Взял точку на этой поверхности, пошел, пошел, пошел. Ну, вообще говоря, конечно, может случиться, что я никогда на эту поверхность не попаду больше. Но может случиться, что попаду. Ушел из одной точки, пришел в другую. И тогда на этой поверхности у меня определено отображение. Вот эта вот точка, с которой я начал, переходит в ту точку, куда я пришел. Ясно, что это отображение, оно все-таки какую-то часть свойств нашего потока, непрерывного движения улавливает. Я ничего не знаю, чего там траектории делались, когда они болтались далеко. Но, скажем, если траектория замкнулась, то у этого отображения будет неподвижная точка. А точка периода 2, что значит? Это тоже будет замкнутая траектория исходной системы. Но она замыкается только, когда она два раза пересекла эту поверхность. А если точки стремятся к неподвижной точке, а это значит, что соответствующие траектории наматываются на периодическую траекторию, соответствующую этой неподвижной точке. И так далее. Значит, в какой-то степени свойства потока отражаются свойства этой системы с дискретным временем. Вот, кстати, я ввел такой термин «каскад». Ну, поток и каскад. Как бы, противоположность потоку, да? Это не очень стандартная тяга, но некоторые его применили. Система с дискретным временем. Потому что при потоке у вас непривно вода течет, а при каскаде она как бы с одного уровня обрушивается на другой. Но каскад все-таки должен быть, если он отражает свойство потока, при нем две точки не могут переходить в одну. Это же значило бы, что две траектории были, а потом они пришли в одну и ту же точку на поверхность. Слиплись. Если мало-мальски приличная правая часть, этого не бывает. Значит, вроде бы, в настоящем потоке, из настоящего потока такой каскад, в котором там х переходит 2х на окружности по модулю единицы, возникнуть не может. И, значит, этот наш каскад никакого отношения к такой динамике с непривным временем не имеет. А имеет отношение более сложный каскад, как говорится имени Миния, о котором будет вам повествовать Буфетов, который будет об этом рассказывать немножко. Но, на самом деле, все качественные закономерности проявляются уже для этого х переходит 2х. И этого не надо было ждать до 60-х годов. Это все знали в 20-м году. Только знали и не понимали, не догадались связать одно с другим. Ну, вот, помните, я вам говорил, что вот рыбей в Буанкаре были, вроде бы, не глупые, даже не глупее Андронова, тем не менее, не догадывались связать предельные циклы Буанкаре и самовозбуждающиеся колебания, о которых прекрасно знал Угэр. Но точно так же и здесь. Примерно, наверное, до 70-го года никто не догадывался, что те вещи с хаотическим поведением траектории, которые были осознаны в начале 60-х годов, на самом деле, на этом примере их можно проследить. И, собственно, все было известно уже Баррелли. Значит, х переходит в 2х. Но если рассматривать х просто как число от нуля до единицы, то преобразование будет другое. Так надо написать. Х переходит в дробную долю 2х. Дробная доля обозначается фигурной скобочкой. Значит, если число 1 и 1 вторая, вы, наверное, знаете, целая часть. Это квадратная скобочка, она нам не нужна. А дробная доля — это фигурная скобка. Значит, для числа 1 и 1 вторая, квадратная скобочка от него — это единица, а фигурная скобочка от него — это 1 вторая. Значит, вот теории чисел с незапамятных времен, это значит, примерно с 1900-го года, обращали внимание на итерации преобразования. х переходит в дробную долю 2х. Это же то же самое удвоение окружности. Тут, правда, разрывное оно, потому что 1 вторая переходит в единицу, а это 0, и значит, тут скачок происходит. Но если пренебречь этими скачками, которые касаются, в конце концов, только некоторых специальных точек, то это практически одно и то же. Так вот, давайте отрезок от 0 до 1, где у нас х переходит в 2х, разобьем на две половиночки, от 0 до 1 и 2, и, соответственно, окружность разобьем на верхнюю полуокружность и нижнюю полуокружность. И вот теперь я взял какое-то число х, и оно у меня прыгает не то по окружности, не то по отрезку, это смотря по вкусу. По окружности оно прыгает, если вы хотите быть поближе к дифференциальным уравнениям, где все-таки у вас разрывов нет. По отрезку оно прыгает, если вы хотите жить в 1900-м году и так далее, и быть специалистом по теории чисел. Допустим, помните, я говорил, что измерения бывают не очень точные. Вот допустим, что они у нас настолько неточные, что я только могу сказать, где данная точка находится. То ли в левой половине отрезка, то ли в правой, то ли на верхней полуокружности, то ли на нижней полуокружности. Кстати, давайте обозначим эти половиночки С0 и С1. В обоих случаях одно и то же обозначение, но два разных случая. Значит, у меня есть отображение F. Вот X переходит в 2X модуль 1, или X переходит в 2X. Это F. Я делаю такую вещь. Числу X я сопоставляю последовательность символа с 0 или 1. По такому правилу, если в n-ный момент времени, образ X, то есть точка Fn от X, принадлежит какому-то С, то это С имеет какой-то номер. 0 или 1. Так вот, Fn от X принадлежит С, и n лучше написать так. Вот так. И n это такое, такой номер, что Fn от X принадлежит С и n. И вот числу X я сопоставляю бесконечную последовательность символов. И 0, и 1, и 2, и так далее. Опять-таки, вот это немножко нехорошо. Вот почему. Вот если у меня вот эти точки, где там С0 и С1, общие у них точки, да? И какой же символ тогда брать? Никаких резонов выбирать какой-то один символ обязательно нет оснований. Значит, в этих случаях две возможности есть. Значит, соответствие, точке соответствует последовательность символов, она, вообще говоря, многозначна. Но эта многозначность имеет место только для некоторых исключительных точек. Обычно она однозначна. Есть и обратно. Имеется последовательность символов и 0, и 1, и 2, и так далее. И этой последовательности символов я сопоставляю число X. И вот это уже оказывается однозначно. Кто догадается, какое число X сопоставляется последовательности символов и 0, и 1, и 2, и так далее? А на число 2, и 2? Ну, скажите, слух и все. А на число 2, и 2, и 2, и 2? Значит, есть на свете десятичные дроби, а есть на свете двоичные дроби. Это все то же самое, только еще просим вместо десятки используется двойка. Все знают, что такое двоичная дробь? Бесконечная. Но, видимо, все знают. Так вот, возьмем число X, такое число X, что его двоичная дробь будет 0, и 0, и 1, и так далее. Утверждается, что это X, вот ему-то по первому способу как раз и соответствует последовательность и 0, и 1, и так далее. Иногда ему будет соответствовать еще одна последовательность, какая-то другая, но это иногда. Но это-то уж точно будет соответствовать. Это надо объяснять или не надо? Я, Виталик, есть? Тогда давайте я оставим это дело на дом. И получается такая вещь. Вместо моих X у меня будут бесконечные последовательности символов, 0 и 1. А теперь как в терминах этих символов выглядит отображение? X переходит в 2X. Какие последовательности отвечают последовательности, или может быть, последовательности отвечают числу 2X? Тоже зачеркнутым рядом. Значит, просто эта последовательность бесконечная сдвигается на единицу налево, и самое левое число стирается правильно. Вот задача номер 2. Это преобразование. А теперь аналогия, которую отметил Баррин. Аналогия была в теории вероятности. Там любимое занятие бросание монетки. Человек способен подбросить монетку только входит в конечное число раз, но давайте идеализируя эту ситуацию, представим свое господобога, у которого других занятий нет после сотворения мира. Он вот сидит и подбрасывает монетку и будет это делать бесконечное число раз. А так как он всеведущий, он заранее знает, что при этом получится. И значит, если выпадает там одна половина, одна сторона, он пишет 0, а если выпадает другая, он пишет единицу. Вот это значит результат бесконечного числа подбрасывания монетки. Такая бесконечная последовательность. То, что будет. А если я подбросил монетку, то, что выпало сейчас, я уже знаю. Число и 0 сдвинулось налево, я его знаю, я его стираю. А тот, что будет, это Бог знает, а я не знаю. Это сдвинулось и 1, и 2, и так далее. Значит, в этом смысле, вот это случайный процесс, называется процесс Бернули, в честь Якова Бернули, который действительно рассматривал, правда, не бесконечное бросание монетки, а конечное, он изображается как взвиг такой бесконечной последовательности на один символ, или вот это замечание Порелля, как умножение числа х на 2х и взятие дробной доли. Такая арифметическая модель для Господа Бога. Вот. Ну, в теории вероятностей должна быть вероятность, а у меня ее нет. Но оказывается, вероятность это то, что соответствует вероятности вот в этой арифметической или геометрической модели с Накутин. Это просто самая обычная эвклидовая мера. Длина отрезочков и то, что из них происходит. Вполне естественная геометрическая понятия. Но об этом обратно же на занятие. И вот получается, что а бросание монетки это, конечно, уж самый крайний пример абсолютно недетерминированного процесса. И вот получается, что наша совершенно детерминированная система X переходит в 2X, она в точности моделирует совершенно такую классическую, первую, можно сказать, в науке случайный процесс бросания монетки. это крайняя такая стахастичность, сквозь случайность, хаотичность и говорите, как упорки. Ну и что? И что? И все это, значит, можно было бы сказать в 2020 году, но увы. это вообще не единственный случай в истории, конечно, были гораздо более грандиозные случаи, когда делалось какое-то открытие с большим трудом при участии многих людей и так далее, а потом вдруг задним числом кто-то понимал, что на другом примере то же самое открытие можно было сделать раньше, и все необходимое уже было известно, только надо было несколько фактов сопоставить между собой и все. Вот. Отсюда вы видите, как легко быть классиком науки. Просто надо сопоставить несколько фактов, давным-давно всем известно. Ну, еще Ньютон, в общем, говорил, что надо скарабкаться на плечи Титана, и все будет окей. Ну, у нас тоже окей, да, кончили, приехали. Вот. Все остальное на упражнениях.